Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Юрия Александровна. И сегодня я буду рада представить вам, вашему вниманию, результат долгих прессионных ночей, тысячи чашек крепкого кофта, и это мой диплом работы. Тема мой диплом работы – дизайн концепции «Тонный сериал игры для мобильных устройств». Конкретная речь пойдет о ремейке «Наши меж в 90-й код и где играете криптовалю». Итак, я начну свой рассказ с определения целей моей диплом работы. Я уже давно стала помещать, что большинство моих друзей и знакомых стали часто проводить время, свободное за различными видами, а в основное время – особенно популярность – стали трудные цели для мобильных устройств. Создавая этот проект, я ставила место для задачи целей – создать проект по качеству не уступающих людей для мобильных устройств для мобильных устройств, но и принести жизнь людям немножко спорта. Давайте поговорим. Мы взяли мою работу, и начнем мы с того, выбранной мобильности дорогам. Как вы видите, основные цвета, помешенные, сколько богатые, все-таки доспортные мужчины и целевая аудитория – это молодые люди. Однако на этом фоне яркий диплом выделяется самым веслистым бывает, ведь каждый серийный серийный состав будет показать, чем он стоит, пусть даже и в простом обменной игре. Начнем со структуры. Структура достаточно проста и интуитивно понятна каждому, кто с ней сталкивается. После загрузочного экрана, игры в пользователь попадают в главный меню, где располагаются основные кнопки. Кнопки основных функционалов, то есть компания мастерская профиль и профиль по разным функционалам – это друзья, настройки достижения, игровая статистика для самых подозрательных. Я думаю, что это параллельно я могу вам дать, чтобы вы лично сами просто посмотрели игру, вот, подтыкнули, приграды, вылили хорошо время, не стеснялись с сбором. Значит, при нажатии на кнопку кампании мы попадаем в меню турнира. В этот годный турнир пользователь получит блок трассы. Турнир, как в большом экспорте, сегментирован по трассе. Но это не дело для того, чтобы пользователь любит большую градацию и не растерялся. У ВНК у вас сразу уникает вопрос. Почему трассы? У ВНК не связаны с темой градации турнира. Дело в том, что вы играете в БУФРА, известный к нему лучше своими трассами. У нас было принято решение сохранить начальный вариант трассы. За телефонной записки мы можем смотреть, как мы стали играть. Скажем. Так иначе, когда перестанет играть игроком, а станет отдельным проектом двое и двое, теряет свой настоящий шаг в 90-х годовах, когда каждый мальчишка сидел на уроке, играл на старом помощь на телефоне. Речь прошла о трассе. Давайте поговорим о процессе. Сейчас он включится. Пойдем его сейчас. Он может включиться. А, он включается. В общем, физика движения мотоциклистов воссоздана практически на тысячной оригинал. Однако я решила внести что-то новое во внешний вид самого мотоциклиста при его базе. То есть он поле прорисован, и все может даже его все детали видеть. Даже спицы в колесе это как крутится. Вот. В подбег доступен большой набор различных байков, костюмов и других способов так называемых стомализации игрока, который подбирает все от себя. Все это находится в мистерской днице персонажа, куда идет вторая команда иванного персонала. Вот. Такое уникальное сочетание старого нового дарит игроку ощущение продолжения приятного воспоминания из прошлого, при этом сменяясь в будущем. Слово сказать, за каждую успешно пройденную трассу игрок получает ценную награду. Это может быть внутренне игровая больника, то есть и золото, рубины, на котором пользователи приобретают введенные нами костюмы и любые выявленные кастомизации. Также наградой может служить на простое, с которым впоследствии может открывать другие турниры и трассы. Звезда по своей сути являются символом успешности игрока и его профессионализма. Таким образом, в игре существует простая и понятная зависимость. Чем больше трассы проходишь, тем больше уровня на сессуарх достигаешь, тем более сложные трассы тебе покоряются. это является основной информацией мотивационно состоящей показателя лояльности игрока в игре. Лояльность обеспечивает успех практически каждой игры, и именно этот параметр отвечает за то, насколько пользователи не относятся возвращаться в группу. Переселение этого параметра в группу ждет персональный конфлик игрока. Таким образом, живет в виде новых основных функционалов. Здесь обитает как раз таки воплощение каждого игрока, так как он сам видит себя и представлено его маленькая жизнь в качественном дисциплине. Здесь он видит уже свой ходенный путь в виде простой статистики, что опять же мотивирует, кто двигается дальше. скачивается что вы сейчас видите, это реальный график, показатель. То есть сама игра уже доступна во вскоре. Вы ее можете скачать, вы ее можете скачать. Здесь показано количество скачиваний сзади игры. Ну, тут как раз таки по жанрам, то есть аркада, гонки, а здесь как раз таки его общее количество скачиваний только на России. Ну, и, конечно же, была еще сделана современная продукция, которая может учить каждого фаната игры, и для того, чтобы это сделать, нужно просто участвовать в конкурсе, который будет рассыпаться в соцсетях и в самой группе и в самой кошке. во всем так сказать, не важно подпишись. Так. Ну, пожалуйста, здесь гонки у нас вот человек это имеет такой знак гиорфа. Если я прошел трасс. Ну и так же игра доступна и у альфона, и хватает на любой платок планшетов. Денег уже много? Сама игра без платки, но платка не внутренней игровой платки. То есть если человеку не хватает сколько там, если он будет купить, он просто может пройти в магазин, потратить 100 рублей, у него будет еще парочка изумрудов, и купит себе уже много процентов. Пока заработает 10,5 долларов. Это где-то за 3 недели. Сейчас я просто уже не знаю. По России она работает? Да, она работает в России, станет СНГ, и вот уже спускается на день. Маша, а я думаю, у вас же не взаимный проект? То есть это как-то вы собрали томаты или как-то в составе? Я собрала томаты, потому что я помню, в детстве, мне очень нравилась эта игрушка. Она очень такая затягивающая игрушка. Поэтому мне казалось, что она там, людей много, то мне как-то захотелось бы что-то многое. Но как-то для самой игры никакая реклама не делать, потому что я считаю, что когда она сама себе реклама не будет. Ее вступление сами просто занимаются в рейтингах. И, кстати говоря, она уже занимает тут бесплатных приложениях. То есть, как видите, если у кого-то сейчас есть телефон или альфа, может, я вставлю их вставлю. Интуитивный интерфейс. Страшное словосочетание не только для накопольчиков, но и для художников. Удивительно, насколько грамотный этот аспект выполнен в проекте. Логические взаимосвязи между элементами четко выверены. Они ясны пользователями. В меню нет лишних элементов, как нет элементов, которые хотелось бы добавить. Все это подкреплено простыми формами кнопок, крупным, хорошо читаемым шрифтом. Итак, мы имеем многофотериальную игру для смартфонов с выразительным дизайном. Хороший график, высоченный дизайм и монетное управление. Собственный стиль, соблюденный. Игра в пользователям, скорее всего, запомнится. Все вышерассмотренные качества дипломной работы соответствуют требованиям к конечным проектам, готовящимся к выпуску. В инопланетных работах обычно трудятся команды. Здесь же один человек смог продумать и воплотить в жизнь сложный и многообещающий проект. Говорят, что у нас в собственности есть пьян. А у вас какие-то пьянушки есть? Что вы сами хотели бы совершать? А у меня хотели бы сделать. Хорошо. Делать что-то более для... Вы думаете, это для цифровых детей молодых. Потому что ты бы делаешь что-то и для детей, и для вас, и для... Да вы как дети. Да. Самое главное – это как у нас и понять. Дальше себя удивило. То есть она как-то может развиваться. Конечно. Если говорить про Марию, то хочу прежде всего сказать, что она смогла показать в процессе работы не только качественную работу как дипломника, но и, на мой взгляд, уже показала полноценную профессиональную работу. То есть эта работа уже не с клиентом, не дипломник, а уже специалиста, профессионала, который работает в этой области, который понимает все нюансы, все тонкости и с точки зрения эстетики, с точки зрения бизнеса, с точки зрения функционала и так далее. То есть она как бы все эти аспекты прекрасно чувствует, понимает, и она, естественно, сплотила свой проект. Вот проект, на мой взгляд, получился очень крепкий. Действительно то, что сейчас было сказано Марию, то, что действительно он уже реально функционирует, то, что он набирает рейтинги. И я тоже свидетельствую о том, что это действительно реальная работа, которая действительно актуальна, необходима. И я всегда рад, когда ребята создают не просто какие-то абстракции, а какие-то вещи, которые начинают жить, развиваться и создавать какую-то, так сказать, свою эстетику определенно. Или продолжать ее. Вот этот проект, я считаю, что он как раз реальный здесь, создает определенную атмосферу, уже функционирует. И мне кажется, в этом проекте Марию проявила, так сказать, не только качество творческое, но и, естественно, конечно, профессиональное. В который входит, естественно, определенная аналитика, чувство, как бы, ритма, определенное, так сказать, ощущение ситуации, в котором сейчас мы, как бы, находимся, понимает целевую аудиторию. И это все, как бы, получено в этом проекте. Как мы считаем, работа, на мой взгляд, безуполезненная, профессиональная, на вашем уровне. Благодарю вас.